уважаемые дамы и господа настало время встречи с леоном файнштейном ли он добрый день здравствуйте добрый день и так во первых я хочу напомнить номер телефона нашей студии это 847 4005 200 и пожалуйста если у вас есть вопросы к леону или какие-то комментарии вы можете звонить мы с удовольствием примем звонки ну а пока ли он прошу вас давайте наверное ну сегодня невозможно не обсудить ситуацию в вашингтоне со взятием рейхстага и так далее так что я думаю может быть вы тоже внесете свою лепту и свои мысли объяснения в тоже что же все-таки там произошло прошу вас ну а пока что называется нет вскрытия данных открытия мы ничего на сто процентов знать не можем мы можем только спекулировать но скажем спекуляция будет моя будет мои 20 копеек будут приблизительно такие а как вы точно сказали в представлении этого сегмента взятие рейхстага потому что моментально естественно у нас сразу же возникла у всех кто там историю были менее знает ассоциация с поджогом рейхстага то есть ему поджог кто-то один для того чтобы потом на кого-то другого свалить и получить от этого какие-то политические выгоды исходя из этого и зная что лично я участвовал ну минимум там в дюжине демонстрации сторонников трампа я правда за пределы калифорнии не выезжал но в калифорнии а ни разу не было чтобы сторонники трампа инициировали какое-то насилие ни разу не было чтобы они попытались разбить и витрину магазина и дым украсть что-то оттуда перевернуть машину поджечь и не знаю что то другое какую-то бочку кидать кого-то камни вообще завязать драки все это наоборот собираются люди которые чувствуют что у них общие цели общие задачи царит атмосфера такая приподнятости люди даже улыбаются говорят все какие-то приятные вещи говорят мы там победим ребята там и прочее а потом вот скажем довольно уже ставшие известными марши в беверли-хиллз почему известный по слову беверли-хиллз ахоу беверли-хиллз да вот я в них участвовал там в пяти или шести как минимум проходили следующим образом сначала собирался народ на разрешенном участке земли то есть заранее искать и вперед надолго получали разрешение скажем по каждую субботу там с трех там до пяти в таком таком-то месте в скверике там таскать там рядом с мэрии беверли-хиллз потом собирались началось все со 150 человек а последний раз было зашкаливала там точно за тысячи века лига 10 ты что для конкретного одного места это достаточно много ни разу не было того чтобы полиция там чем-то озаботилась было два раза когда были попытки напасть какими-то другими скажем людьми на нас до часа час или полтора мы там что называется тусовались там кто-то таскать через микрофон какие-то лозы говорил анекдоты рассказывал что-то происходило там смеялись а потом значит ровно в 430 подъезжала машинка организаторов с флагами там чем-то еще гудела мы все понимали что пора идти на этот марш и вот полчаса там 40 минут мы обходили по определенной как бы буквы п туда потом налево потом обратно и возвращались то же самое место с флагами там с шумом там таскать душу таким таскать музыка играла что-то еще и а я помню я подошел на одном из этих вот маршей я подошел к полицейским до лениво сидел ты беседовал с еще одним полицейским на своем мотоцикле а я говорю ребята отчет у вас очень мало ну чё мало вон там двое вот туда у нас тут был тысячи полторы-две он бицер вы собираетесь грабить магазин и я верю нет у это машины вы переворачивает собираетесь игры нет но вы то зачем вам больше полиции я говорю ну все правильно все все правильно ты вот переходя от этого к тому что было в вашингтоне представить себе я разговаривал с кучей людей которые там во флориде и в нью-йорке и прочие участвовали все они говорят о том же самом настроение такое мы мы американцы мы за порядок бы за полицию мы за то чтобы все происходило таскать по-честному по конституционной мы хотим выявить этих сукиных детей таскать там обнаружить обнародовать там таскать переделать но делать мы это будем все на конституционно и вдруг представить себе что вот из всей этой вот нашей плеяды вдруг образовалась некая вот такое вот какое-то я даже не могу сказать крыло экстремистов что ли да даже не понимаю но с другой стороны смотрите на демонстрации друг той стороны противника каждый раз когда есть демонстрация то как минимум 50 процентов и и а то и 80 это люди которые громят поджигают разбивают бросают камни убивают полицейских и делают все остальное то же самое что они делали во время когда в университетах 10-15 лет тому назад приглашали лекторов которые мне нравились они делали то же самое добились того чтобы лекторов перестали приглашать то есть университета они спасли от заразы капитализма и свободного рынка а сейчас они спасают всю страну вот это похоже на их почерк они на наш значит зашли ли после того как двери были в кстати вот с этими дверьми с этими полицейскими уже трое руководителей полиции силовых структур в вашингтоне уже уволились или их уволили я не знаю да за что значит каким образом можно было наверное тоже считали что раз пришли трамповские люди то вообще-то надо поставить двух полицейских и просто говорить им отойдите в сторону но быть такими идиотами либо идиоты либо они в сговоре и подонки имеют руководство полиции там идиоты это если они представили себе что среди там миллиона полутора миллиона грязно всех приехал полмиллиона 2 миллиона вот среди них не будет подон когда мы знали что там будет антифа они не знали этого и не поставили за игра оград не поставили достаточно на полиции, не присутствовали у дверей, они просто отошли в сторону, да, представить себе невозможно. Значит, они были в сговоре, наверное, да, и договорились до того, что в такое-то время мы уберем наши силы, переведем их в другое место, а вы идите в эту точку и проходите спокойно, что ли. Не знаю, может быть, так оно было. Ну, а последнее это, что после того, как уже эти двери были открыты, и там уже что-то творится. Естественно, близстоящие сторонники Трампа, заинтересованные, что там такое, ух ты, двери открыты, ух ты, пускают, да, поперлись туда. Но у меня есть куча фотографий и видео прислали мне люди, которые показывают, что народ шел, смотрел налево-направо, под ноги, обсуждал что-то. Никто ничего не бил в картины, не жег, опять же, не ломал, ничего. Наоборот, все было очень, очень, ух ты, смотри, вот оно как, никогда здесь не бывало, а я бывал там и тому подобное. И все, что там происходило, оно очень похоже было вот на смешение провокаторов, которые что-то хотели добиться, чего-то, да, можем спекулировать по этому поводу и говорить, и людей, которые потом след за ними зашли туда, потому что было открыто. Вот, так сказать, это все было использовано демократами, там, леваками, не знаю, кем мы будем их называть, использовано для того, чтобы, для того, чтобы очень много вещей, включая попытку очередного импичмента Трампа, попытку сворачивания и полного неосвещения в прессе, а что же там такое происходило в Сенате, в Конгрессе, потому что до того, как хочешь, не хочешь, а все-таки надо было что-то освещать. А сейчас можно не освещать, можно рассказывать о том, какие страшные люди-республиканцы, что на 1500 раз, когда демократы выходили из демонстрации, убивали и громили, они один раз, якобы, республиканцы, вошли вот в, значит, стали, значит, кого-то там там громить и прочее, и вот теперь их-то, именно республиканцев, и надо наказывать за это. То есть, на полную катушку это было использовано. Я не знаю, что еще там происходило, и были какие-то там люди, которые, условно говоря, так сказать, пытались остановить, пытались что-то сделать, пытались завернуть это, но у меня есть абсолютное ощущение, что это поджог Рейхстага. Да, я тоже с вами полностью согласен в этом отношении, и даже, если позволите, добавлю то, что недалее как вчера выступила мэр города Вашингтона, и решила нам привести цитату, потому что из каждого рупора звучала фраза «домашний терроризм», и она нас решила все-таки образовать в том смысле, чтобы прочитать нам цитату из федерального закона о том, что такое терроризм «домашний». И это, оказывается, это, значит, действие, совершенное одним или группой лиц насильственного характера, направленное против населения или для устрашения властей. То есть, иными словами, всех Black Lives Matter и этих самых, и Антифу надо арестовывать, да? Ну, я хотел ее спросить другое, почему она это определение ни одного раза не высказала, как раз тот момент, когда штурмовали город Вашингтон, и вместо этого даже написали Black Lives Matter такой красивой желтой краской на главной улице города Вашингтон. Потому что она в этом участвовала, потому что она же не сумасшедшая, сама себе говорит, что она террористка. Естественно. Вот и об этом. Ну, и еще такая мелкая деталь. Вот эта женщина, которую застрелили, это несчастная действительно женщина. Не знаю, кто ее назначил мертвецом, но факт того, что вот сегодня все утро анализировали видео, которые там из разных ракурсов, которые существуют, действительно, и показано так, что оказывается, за ее спиной стояли двое полицейских. И вот тот человек, который в нее стрелял, то есть сейчас уже даже есть такая мысль, предложение о том, чтобы назначить это именно как убийство, не случайность, не случайное происшествие, а именно как убийство. Потому что у нее за спиной было двое полицейских, и почему они не сделали никаких движений для того, чтобы ее задержать мирным путем, и почему стреляли на поражение, фактически, ну, с очень близкого расстояния. Ну, вот такие вот детали выходят постепенно. Я думаю, что это не последние детали. Мы еще очень долго и нудно будем обо всем этом узнавать. Так что... Либо будем, либо не будем, потому что больше нам, как бы, уже объяснили, что ни одна социальная сеть, ни одно средство массовой информации не будет больше поставлять нам информацию, будет информацию, которая ложная. С точки зрения этих людей, которые решают, что ложь, а что правда. Не наше, это собачье дело. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я очевидец... Что за выключение? Говорите, говорите, пожалуйста. Значит, председатель СССР над этими беспорядками, председатель Антифа. Знаете, худощавый парень, черный, высокий такой. Он выступал, и он даже не скрывался. Обнаружили перед этим, обнаружили машину с котелями Молотова, с молотками и прочим их инвентарем. И не дали их распространить. А люди, когда эти вот толпы, люди надеты нарядно, весело, с песнями, очень в хорошем настроении, двигались вдоль канатов. Никто влево-вправо не шагал. Но полиция расступилась и пропустила вот эту Антифу, этих людей, которые явно выделялись из толпы. Эти бросились с молотками к дверям. Так люди бросились за ними и стали их отталкивать от дверей. Это все было заснято вчера. Так что никаким Трампом, организатором беспорядков там и не пахло. Был этот Сулливан, по-моему, его фамилия. Он у нас в Чикаго тоже был. Так что я его лицо знаю и помню его фигуру хорошо. Он тоже выступал здесь. Так что никаких беспорядков люди Трампа не творили. Наоборот, они пытались это остановить. Спасибо большое. Спасибо. Ну, прошу вас, Лен. Да, совершенно. Я абсолютно в этом уверен. Вот видите, есть подтверждение теперь от очевидца просто. Но как у нас суды наши говорят, что подтверждение очевидца не является доказательством. Да, 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 да. Что является доказательством не очень понятно, но вот 18 или 164 подписанных свидетельств у нотариуса под страхом, что называется, наказания, доказательством не являются. Абсолютно. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Леон. Добрый день. С Новым годом вас. Скажите, пожалуйста, почему они все время говорят, что они хотят импичь? И возможно ли импичь 11 дней осталось Трампа? Скажите нам, пожалуйста, все время по телевидению они полосу просят импичь, радовый, или снять его с должности. Ну, давайте вы тогда вешайте трубочку, чтобы послушать. Давайте одну секундочку, перед тем, как вы начнете отвечать, Леон. Леон, одну секундочку. Значит, во-первых, первый ответ такой. Значит, у них есть собственный род, и чего этот род произносит, что хотят, то и произносят. Да, у меня есть самовар, куда хочу, туда и ставлю, и уходится, что называется, под кровать его кладу. Вопрос следующий. Чего они хотели бы добиться? Дело в том, что Трамп, даже, так сказать, Трамп уже без Белого дома представляет огромную угрозу. Вот представим себе, что Трамп 21 числа объявляет, что он начинает новую избирательную кампанию на то, чтобы собираться в 2024 году. Совершенно не означает, что он собирается это делать. Просто объявляет. Значит, он официально начинает являться кандидатом в президенты. И, хотя мы уже знаем, что в 16-м году они проделывали всякие фокусы, чтобы узнать, что там происходит. Но, тем не менее, для этого надо было много фокусов проделывать, прикрываться бумажками, фиговым листочком и тому подобное. То есть, Трамп и то, что он делает, сразу же становится значительно более труднодоступен, чем сам по себе Трамп, если он избирается. Второе. А я абсолютно уверен, что Трамп, то есть, я просто знаю, что он несколько лет тому назад начал задумываться о создании собственного телевидения и собственного, при нем, при телевидении, социального, этого самого, нет, как называется, социальной сети, да, как вот там, Twitter там или что-то еще. Но знаю, кому это было поручено в свое время, Брэннону. Но там были свои проблемы с вкладчиками, с импичменом в это время, с тарададада. И проект как бы не пошел. Значит, вот Трамп, скорее всего, или ближайшие близкие к нему люди, начнет либо организовывать, либо войдут партнерами в какой-то динамично развивающийся телеканал, при котором будет Твиттер. Что это означает? Что те 85 миллионов человек, которые сегодня слушают Трампа или читают его на Твиттере, автоматически сразу же, как минимум 80 миллионов из них, переходят туда. Да, делая из этого небольшого, так сказать, начинания огромный на весь мир рупор. То есть у Трампа сразу же появляется рупор. Никто сегодня не может уговорить народ на уровне миллиона человек, уже не говоря о 80 миллионах, перейти куда-то и начать там быть, получать там новости и прочее. Значит, уже безумно сложно будет от него, так сказать, перекрыть ему, значит, сегодня ему взяли, Твиттер перекрыли, потом Фейсбук перекрыли, перекрыли там Инстаграм, не знаю, там что-то еще и все, бум, никто его не слышит. Завтра, если у него есть и избирательная компания, и вот такой вот рупор, то его очень сложно будет заткнуть. Третье, достаточно большое количество людей с деньгами начнет эти деньги вкладывать туда, давать им рекламу, вкладывать туда в развитие этого деньги, просто передавать деньги на предвыборную компанию Трампа в надежде на то, что у нас еще есть два, может быть, четыре года для того, чтобы что-то такое поменять в том кошмаре, который на самом деле произошел, происходит прямо у нас на глазах. Потому что, в отличие от людей, которые считают, что все кончено, я вот оптимист, наверное, я плохо информирован, да, так сказать, кто такой оптимист, это плохо информированный пессимист, да. Так вот, я оптимист, и я считаю, что у нас есть еще от двух до четырех лет для того, чтобы, если мы активно, имея Трампа во главе, потому что другого главы сегодня, просто не представляю себе, да, просто не представляю себе, имея Трампа во главе, мы можем организоваться и попробовать что-то сделать. Мне могут возразить, там Доминио все равно будет стоять, попробуем выкинуть Доминио, попробуем сделать так, чтобы при каждом человеке, который считает, стояло бы еще два человека, если мы за его спиной и рядом с ним, и смотрели, чего он считает и как он считает, чтобы каждый бюллетень просчитался и тому подобное. То есть, это, если мы возьмемся за это, и будет центр, и будет лидер, да, лидера нам не хватает, вот если лидер есть, а Трамп такой лидер, то, господа, так сказать, у нас есть возможность бороться с ними достаточно эффективно. Они все это просчитали прекрасно, поэтому основная их задача это сделать так, чтобы Трамп не мог больше ни избираться, ни на какие посты, и не мог бы организовывать свою собственную сеть. Вот для этого и все это и делается. Конечно, импичиваю невозможно, у них ни времени нету, ни недостаточно, хотя мы не знаем, они, может, подкупили уже или шантажируют достаточно большое количество республиканцев, но я думаю, что все-таки для этого у них, для импичмента у них нет такого количества людей. Но мечта такая у них есть. Да. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Скажите, пожалуйста, если Трамп не идет на авагурейшн, Пенс тоже не пойдет, или Пенс обязан идти? Спасибо. Никто никуда не обязан идти, эта сторона в этом смысле еще пока свободная. Пенс уже показал, что по каким-то своим соображениям он будет играть в игры с новой властью. Значит, он пойдет обязательно и будет как бы представлять то, что называется тикет, то есть Трампенс, придавая этим, конечно, легитимности Байдену. Вы знаете, мы, по большому счету, мы вообще ничего не знаем, да, вообще ничего не знаем. То есть у нас есть какие-то факты неоспоримые. Эти неоспоримые факты, например, цензура страшнейшая, которая сейчас идет, это факт, это не придумка. То, что все средства массовой информации рассказывают что-то, значит, что может быть неправдано, они выдают за правду, но не рассказывают чего-то, что правда, делая вид, что это неправда или что этого вообще нет. Это факт. Там третье. Мы видели страннейшую вещь, когда в пяти штатах одновременно остановился подсчет голосов. Четвертое. Мы видели, что сразу же в момент подсчета этих самых голосов, значит, в тот момент вдруг были так называемые вбросы, да, вброс, ничего плохого в этом нету, это просто подсчитывают, подсчитывают, потом вбрасывают это в главный компьютер. Но вот если естественным образом вбросы идут, скажем, по какой-то такой кривой и идут вверх, да, так сказать, представьте себе волнистую кривую, идущую вверх, то в природе не бывает прямых линий. Не бывает такого, что там из ста тысяч подсчитных бюллетеней ни одного не было за Трампа. Это приблизительно, как представьте себе, что если в вашем городе живет миллион человек, то вы вышли из дома и сначала встретили миллион женщин, а потом, полмиллиона женщин, а потом встретили полмиллиона мужчин. Это настолько же невозможно, насколько вот 114 или 112 тысяч бюллетеней, которые одновременно пришли за Байдена, ни одного за Трампа. Значит, то есть это невозможно. Это факты. Дальше мы, по большому счету, не знаем то, что видели свидетели, мы не знаем, что они видели, мы не знаем, может, то, что они видели, совершенно нормально для всех выборов и тому подобное. Да, мы еще знаем еще одну вещь. Мы знаем, что в Филадельфии 80 лет правят демократы в городе, что означает, что они дольше, чем советская власть там находится, что без подтасовок и обманов и прочая невозможность. Мы уже знаем, что обязательно происходят подтасовки и обманы. В той же Филадельфии, по-моему, десяток человек за последние 20 лет садились в тюрьмы, даже в демократическом городе садились в тюрьмы за то, что они что-то такое подтасовывали, делали с выборами. Мы все это знаем. Всего другого ничего мы никак, можно только представить, никакой у нас нет точности в этом, 100% уверенности. Поэтому мы, по большому счету, плаваем в том, что происходит с руководством демократической партии, с руководством республиканской партии, насколько кто-то из них, что называется, предал, а насколько кто-то из них просто считает, что ничего особенного у них не произошло, что это происходило всегда и что через 4 года все может обратно качнуться назад и тому подобное. Поэтому я не знаю, честно говоря, какие будут следующие шаги Байдена, я не знаю, какие будут следующие шаги республиканцев, я просто думаю, что руководство республиканской партии считает, что это просто такие же игры, какие были раньше, просто вот сейчас немножко больше, немножко меньше, а на самом деле все то же самое, пройдет 4 или 8 лет, оно качнется обратно. Мы с вами считаем, что оно уже качнулось так далеко, что оно теперь в территории под названием Советский Союз, Северная Корея, Вьетнам и тому подобное. Поэтому мы в нервах находимся. Но вот, как я уже говорил, с моей точки зрения, есть у нас еще 2-4 года возможности повернуть дело вспять. Так, давайте примем еще один звонок перед тем, как мы уйдем на рекламную паузу. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот эти выборы, махинации на выборы, начиная от таймеров демократической партии, когда лидировал Сандерс на всех парах. И вдруг оказалось, что самый непопулярный даже среди демократов Байден оказался кандидатом от президентов. И махинация на выборах президента уже были созданы, мне кажется, ради того, чтобы за уши притянуть в Белый дом Камилу Харрис. Вот этот первый этап уже ими пройден, они уже в власти. Когда же начнут они избавляться от Байдена? Спасибо. Ну, вы знаете, это настолько же сложно, насколько сказать, что у человека, так сказать, в голове в этот момент. Моя логика говорит, что Байдену дадут процарствовать два года и один день. По двум причинам. Причина одна – это, что им нужно выиграть выборы, не раскачивая лодку и не вводя народ в безумие. Следующие выборы, промежуточные, так называемые. Если они будут очень раскачивать лодку, то народ, что называется, может очень обозлиться и тогда будет очень сложно. А второе – это то, что если Байден будет два года и один день, а потом Камала, то у Камалы меньше, чем полсрока не засчитывается, и она может потом два раза избираться. То есть, она будет избираться два раза на четыре года, это восемь, плюс эти два, которые она сидит, получается десять лет. Так что я думаю, что это так. Но вполне возможно, что Байден начнет путать свое собственное имя, и тогда будет совсем плохо. Или думать, что он сенатор, или думать, что он в детском саду, тогда его поменяют очень быстро. Спасибо большое за такой действительно очень интересный анализ. Мы сейчас уйдем на рекламную паузу, ну а потом вернемся и, конечно же, продолжим. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Еще раз здравствуйте, добрый день. У нас все линии горят, поэтому я предлагаю начать принимать звонки. Давайте, конечно. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, это еще раз я. Я забыл сказать вам, что Телоси так быстро убегала, что она забыла свой компьютер и забыла его выключить. Когда люди посмотрели ее компьютер, оказалось, что она дальний родственник арабского одного халифа по фамилии Насрала. Ну, я оставлю это за скобками, поэтому... Леон, единственное, что тут позвонила одна радиослушательница. Она попросила рассказать что-то об эфидевит. Я не успел ей задать вопрос, о каком эфидевите. Она говорит, если вы что-то понимаете, пожалуйста, если нет, значит будем ждать. Ну, что разговор идет о слухах про то, что вот из Италии есть некий эфидевит, человек, которого арестовали, что итальянская энкодоразведка вмешивалась тому подобное. Давайте оставим это за скобки, потому что, ну, не знаю, может это стопроцентная бравда, может это стопроцентное вранье. Вы так много враньящие, а что я, честно говоря, ну, там, много чего, все время что-то пишут. Зачем, не знаю, наверное, это чтобы вас запутать. Согласен. Итак, принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Леон, скажите, пожалуйста, почему 10 человек сейчас ушли от Трампа офиса, подали заявление? Спасибо. Это положено и как... Прошу вас, Леон. Я не уверен, что я знаю, о чем идет речь. Я вам сейчас скажу, о чем идет речь. Люди уходят, ну, нормально, на самом деле, через сколько там, меньше, чем три недели будет новый белый дом. У людей, мало ли, так сказать, какие-то там свои дела, свои... А есть люди, которые просто боятся, что их будут преследовать, что тоже у нас возможно, потому что такие голоса в сельме у демократов раздаются за целые черные списки. Начнем, так сказать, всех тех, кто давал деньги, Трампу на него работал, за него агитировал и прочее. Чтобы они не смогли никуда устроиться на работу, чтобы они там, вообще-то сказать, пока не пошли в лагерь сами и не переучились, и не стали кричать, здравствует великая, там, какая-то там, ноябрьская социалистическая эволюция в Америке, чтобы им не давали жить и т.д. Не знаю, почему люди увольняются, увольняются. Ну вот, в данном случае, одним из таких, более известных, это был Ник Малвейни, который сначала был, как это называется, начальником отдела кадров Белого дома, а потом ушел с этого поста, и его перевели на должность посла в Ирландию. Ушла Стефани Грешем, это, опять же, бывший пресс-секретарь временный от Белого дома. Ну, то есть, да, крысы бегут с тонущего корабля, скажем так, где-то... Ну, либо он понимает, что его Ник Малвейни понимает, что его тут же, так сказать, заберут, а сейчас у него там есть возможность устроиться в университет на работу. Зачем ждать по месяцу, пока тебя заберут? Абсолютно. Добрый день, вы в эфире. Окей, добрый день. У меня вопрос к Леону. Вот, мне кажется, что все эти события, есть один режиссер, постановщик. Вам не кажется, что этот постановщик Обама? Это же и выборы, и вот эта провокация, и все. Ага, спасибо. Спасибо большое. Ну, если мне на самом деле все равно, как его зовут. Вот, зовут его Обама, Сорос, зовут его Иванов, или зовут его мистер Смит, какое-то имеет значение. Играет ли Обама какую-то роль во всем этом? Конечно, играет. Играет ли Сорос какую-то роль? Конечно, играет. Играет ли там Нэнси Пелоси? Да, играет. То есть, я не знаю, есть ли вот этот один конкретный человек. Есть некое, ну там, так сказать, даже не сообщество, а некий прослойка, слой людей, которые связаны общими интересами. Это интересы как и удержать власть, так и финансовые, так и просто шкурнические, бояться за свою шкуру, что их там прибьют, если обнаружат. Все эти люди явно или тайно сопротивляются. И то, что делал наш президент, их чрезвычайно беспокоило. Даже не потому, что только они там кормушки свои теряют, да, а потому что они могли потерять там свободу, жизнь там и тому подобное. Поэтому, естественно, что они все сопротивляются, каждый на своем месте, общаются друг с другом, тоже понятно. Ну и есть ли там какой-то один конкретный, который дергает за ниточки? Да я не думаю. Ребята, господа, Обама, по большому счету, не сильная фигура. Он даже президентом не смог сильным стать, но как он мог стать всемирным, так сказать, владельцем театра Карабасом-Барабасом, не думаю. Ну да, это во-первых. Во-вторых, даже если он бы являлся режиссером, то есть фигура поважнее, которая называется инвестор. Поэтому таких режиссеров, как Обама, имея деньги инвестора, можно нанять сколько угодно. Поэтому я не думаю, что это что-то много значит. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Вопрос такой, скажите, я так понимаю, что если Байден где-то ушел до конца срока, Тамара Харрис дослуживает эти два года, полгода, ну сколько там будет до его окончания, и потом должна подавать на выборы президента, то есть она должна выходить на выборы президента, так получается, да? Да, совершенно верно. По конституции сказано, что мы выбираем двух человек, президента и вице-президента. И они как бы взаимозаменяемые. Если президенту временно или постоянно нужно убрать, то автоматически, или убирается, убивают его, заболевает, то автоматически на присягу идет вице-президент и досиживает этот срок. Разница заключается только в следующем. Если вице-президент сидит, так сказать, в кресле президента больше, чем полсрока, на один день, то это засчитывается ему как срок, и теперь он, она должны выходить в 2024 году на свой второй срок. А если меньше, чем полсрока, то есть два года минус один день, то это не засчитывается вице-президенту в качестве президентского срока, и он, она теперь могут выходить два раза. Вот и все. Спасибо. Ну и, так, потеряли. Еще одну вещь я бы хотел добавить, потому что мы говорили до перерыва. Почему Трампа пытаются сейчас каким-то образом дискредитировать? Дело в том, что у него до 20-го числа, до 12-го числа дня, есть еще право на импичмент. И этим правом он может, импичмент, на этот самый, на пардон, извиняюсь, какой импичмент? Право на пардон. И он может этим воспользоваться и дать целой группе людей, которые его окружают, теоретически, даже самому себе и своей семье. И тогда официально к нему не могут, что называется, прийти и сказать, мы тебя за прошлые дела арестовываем. А будет ли он это делать, не будет, мы не знаем, но они боятся, что он это сделает, тогда он будет практически неприкасаемый. И думаю, что это одна из целей, по которым они сейчас пытаются что-то такое придумать, чтобы отобрать у него это право. Спасибо, принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Радио приглушите, пожалуйста, и говорите. Нет, человек слушает радио. Другой звонок. Мы не будем ему мешать, да, я думаю. Да, здравствуйте. Вы мне дали слово, да? Я хочу спросить такую вещь. Во-первых, с одной стороны, конечно, они ему не дадут покоя, чтобы просто нивелировать его как фигуру политическую, чтобы даже его партии никакой не было вокруг и так далее. С другой стороны, если его будут судить, это жуткий совершенно прецедент судить президента. Это жуткий прецедент. Они, ну как бы, все лойеры это понимают. Вот. Это первое, что я хотела спросить. И второе, вот по поводу этого Афридевита, это же, ну, это же вот такой есть Джонсон. Вы, по-моему, сами его упоминали, Леон. И он это все пишет, и вроде это все довольно-таки, ну, весомо, а не фейк-ньюс. Но единственное... Вы имеете в виду Алекса Джонсона? Нет, нет, нет. Брэд Джонсон, который... Справедливая Джастис у него такой есть сайт прекрасный. Вот. И там много передач интересных и хороших. И так далее. Поэтому это не похоже на какой-то вброс. Но с другой стороны, это все... Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а похоже вам было, что американский спецназ атакует американское ЦРУ на территории Германии? Да, да, я понимаю. Но там, между прочим, вот в этой цепочке вот этого итальянского спеца, спеца по компьютеру, который якобы Афридевит этот составил, там цепочка идет через как-то... В общем, во-первых, она идет из Ватикана, как бы в Ватиканске. Из Ватикана, да. Вы знаете, что... Да, и во-вторых, она идет... Я... Смотрите, я понял, что вы говорите. Давайте я попробую, так сказать, ответить на это, потому что уже понятно. Значит, все это имеет какое бы то ни было значение, если можно остановить Байдена и всю эту свору от того, чтобы практически отнять администрацию, правительство, президентство у людей, которые, с моей точки зрения, действительно выиграли. Да? Вот, как я уже много-много раз говорил, в Конституции записана всего одна дата. Эта дата – это 20 января. Что это за дата? Это дата, когда у Трампа кончаются в 12 часов дня его полномочия. После этого армия его слушаться не будет. После этого посредством службы его слушаться не будут. Не факт, что они будут слушаться и сейчас, но это уже дело, что называется, морали, совести и прочее. А обязанности у них есть. До, вот, в 11 часов 59 минут 20-го Трамп подает приказ, и военные обязаны его использовать, если только они не решают, что оно морально, и поэтому они говорят, я складываю в себя полномочия, мы этого делать не будем. Так вот, значит, что происходит? Если у Трампа в рукаве нет вот какого-то козыря, четырех козырей, не знаю, там, четыре туза козырных, то смысл во всех вот этих вот афидевинах, Италиях, разговорах об Аполлоне, разговоре, так сказать, о Ватикане, все это, что называется, мертвого припарка, да? А больной перед смертью потел? Потел очень хорошо. Так вот, значит, смысл в том, что больной потел, ни о кого нету, если Байден будет президентом. Все закроют моментально, в этот же день просто закроют, да? Если кто-то думает, что спецслужбы не будут подчиняться новому правительству, то он ошибается. В отличие от Трампа, который все делал конституционно, тут все будет делаться с помощью вылавливания рук, ног и всего остального, да? Вот как сказали, что... Вы сказали или кто-то, что... Прецедента о том, что судить президента... Вы, наверное, забыли о том, что царя стреляли в Россию, нет? Со всей его семьей, то ли отрезали головы, то ли выстрелили в затылки девочкам маленьким и прочее. Тоже прецедент, правильно, да? Вот. Так что какой прецедент? Мы революционеры, революцию делаем. Хорошо всем людям. Как сказал когда-то Мао Цзэдун, если, значит, у них было 600 миллионов человек в этот момент, он сказал, если 300 миллионов человек умрут в Китае, погибнут за то, чтобы была справедливость для остальных 300, то это нормальная цена. Понимаете? Поэтому все эти разговоры, они абсолютно в пользу бедных. Будут действовать так, как они считают нужными. Вообще, не думая о том, будут потом кого-то судить, не судить. Прошло, что называется, время, когда мы вас не трогаем, вы нас не трогаете, да? Кончилось. Все. Значит, если Байден и Камала и остальные окажутся просто нормальными ворами, как все остальные до них, и вся их идея заключается в том, чтобы теперь украсть не миллион, а миллиард, или там триллион Сорос захочет украсть, да? То это одна раскладка. Если дело в идеологии, что они решают, так сказать, сделать счастье человечеству, и как сказал Мао Цзэдун, как я уже только что цитировал, да? Да, черт с ним, пусть половина земного шара погибнет, зато остальная половина будет жить в равенстве, брат, в себе и счастье, как они себя представляют. Только они будут ровнее немножко. Поэтому все это разговоры в пользу бедных. Другая эпоха наступает, и она либо будет эпоха воров больше, чем обычно, это мы переживем, либо она будет эпоха идеологов, и вот этого мы уже с вами пережить не сможем. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Скажите, пожалуйста, Леон, вот только что Маковский, сенатор, женщина с Републиканской партии, призвала, призвала, чтобы Трамп признан в сию минуту. Вот только что говорили. Спасибо большое. Ну, очень хорошо я ее понимаю. У нее 50 на 50 в ее штате. И в зависимости от того, как она считает, ее действия будут восприниматься, она считает так, демократы хотят, чтобы она призвала, а часть республиканцев тоже. То есть у нее, так сказать, 60% народа будет говорить, какая она молодец, а 40% будет говорить, какая ты сволочь. Вот. То есть играется игра, как говорится, больших чисел. Я буду выживать в этой ситуации, решает каждый из них тем способом, которым я могу решать. А вот по какому поводу должен, извиняюсь, Трамп уйти с своего поста немедленно? Вот какой повод есть? Значит, повод того, что та сторона организовала 500 по большим городам погромов, убийств, пожаров и тому подобное, а это ни разу не организовывала. И какие-то люди, которые, так сказать, она прекрасно знает, Марковская, что это не сторонники Трампа. Она знает это. Если мы можем только догадываться, так сказать, и по признакам, то она это знает. Вот почему она при этом призывает его уйти в отставку? Вот зачем? Ну, понятно, что не потому, что она горит возмущением. Возмущение в чем возмущение? В том, что он сказал, что подлоги, она что, не знает, что есть подлоги, она не знает, что есть обманы, она не знает, что люди, которые сфотографированы на штурме Конгресса, там, люди с наколками, на которых написано Антифа и прочее, что она думает, что Трампоманы, они себе колют слово Антифа на запястьях или там на шее или что-то еще, или их там какую-то символику. Она же это прекрасно знает. Значит, она делает это не потому, что она горит справедливым гневом, а потому, что она решила, что политически ей выгодно что-то сделать. Так к этому относитесь? Самое интересное еще к этому добавить, за четыре года правления Трампа Лиса Маркавский не проголосовала ни одного раза за его сторону. Поэтому, если бы речь шла еще о Сузан Каунс, ну, тут такое дело, туда-сюда. А вот Лиса Маркавский, вот все те решающие вопросы, которые были, она всегда голосовала против Трампа. Поэтому, ну, что, это просто еще один очередной раз, ничего страшного. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Единственный вопрос, время заканчивается, куда детям ехать? На следующую пятницу можно ответить. Поехали. Спасибо. Куда кому ехать? Куда детям нашим ехать? А дети, большинство ваших и наших детей совершенно счастливы от того, что наступает эпоха равноправия. Наконец-то не будет институционного или повального расизма, какой существовал. Они, правда, его не видели, никто, но они говорят, вот другой видел, вот он мне рассказывал. А кроме того, полиция больше останавливает черных, и черные говорят, что они больше убивают других черных. А это нельзя говорить, это расизм. Так что наши дети, к сожалению, часть из них большая, мы отдали воспитание детей, и я, так сказать, поздравляю тех, кто не сделал это, воспитывал их сам, но мы отдали воспитание наших детей школам, университетам, колледжам, газетам, журналам, их, так сказать, средством другой, так сказать, информации, как social networks, да, и поэтому дети наши, как вот все поэты в 17-м году, там, начиная с Демьяна Бедного и кончая, там, я не знаю, там, Блоком Александром, так сказать, помчались служить новой власти, потом, правда, они начали по непонятной причине кончать жизнь самоубийством, вот, правда, даже тогда, когда непонятно было, как они повесились, как они достали до этой веревки, или, как они так, сейчас всплывают подробности, что Мейрхольд не закончил жизнь самоубийством, а его утопили в нужнике, извиняюсь, в дерьме, так что, господа, к сожалению, наши дети никуда уезжать не собираются, они прекрасно будут существовать здесь первое время, им будет все очень нравиться, они будут говорить, какие были идиоты родители, значит, точка. Да, и самое интересное то, что мы удивляемся, когда мы слышим по статистике, что почему-то за Байдена проголосовало в основном большинство белых, образованных, женщин и мужчин, и вот сидим, чешем, прошу прощения, репу, и думаем, а где же они все взялись, откуда они, почему белые, образованные голосуют за Байдена, и никто не задается вопросом, подожди, а кто же их образовывал? Тут, к сожалению, этот вопрос не задают. Ну, давайте, приемлем еще один звонок, перед тем, как мы закончим программу. Все, этот звонок оказался роковым. Итак, Леон, прошу вас, ваше заключительное слово, мы вас слушаем. Господа, вот, если мы сейчас начнем сами себе говорить, все кончилось, все пропало, все ужасно, больше я не буду слушать там новости, я больше не буду там читать, я там уйду там во что-то еще, я перестану, я вообще на голосования ходить не буду, да, они точно победили. Если мы себе говорим, что это не конец жизни, и, по крайней мере, в наших силах образовывать наших детей и внуков, в наших силах пытаться, так сказать, через два года пытаться, может быть, я не прав, может быть, оно уже все потеряно, но, по крайней мере, мы не должны считать, что все потеряно и останавливаться, мы обязаны через два года выйти на эти выборы со всеоружия, организованные, зная точно, кто кого везет на это голосование, кто там помогает кому, кто стоит там, научиться различать, научиться этому, идти на участки, не сидеть дома и не говорить, ах, никто не пошел на участки, но мы в первую очередь не пошли на участки, вот, а на демонстрации выходить, если, так сказать, нужно будет и тому подобное, а не сидеть дома и говорить, ну, что-то маловато людей вышли сегодня на демонстрацию, да, а сколько людей говорило, если бы я был Трампом, то я бы сделал вот так, ох, какие мы все умные, вот, надо перестать быть умными, а стать умными, надо начинать действовать, потому что для того, чтобы дойти, надо идти, ну, и самое последнее, это целая группа людей, которые я, так сказать, как бы, организовал, работает сейчас на организации веб-сайта, который будет базироваться не в Америке, будет совершенно в других местах, на практически, ну, ловленных, конечно, но, тем не менее, не ловленных серверах, и мы будем там, у нас будет там две части, первая, будут туда собираться все блогеры, которые хотят, чтобы их не вырубал там, YouTube и Facebook, чтобы нас не вырубили, а вторая часть будет обучающая, то есть, мы будем учить вас, как учить ваших детей и внуков, как не поддаваться пропаганде, но люди, дети ваши не будут понимать, чему их учат, им, они будут интересны, им будет весело, им будет приятно, одновременно у них будет развиваться критическое мышление, вот, и это невероятно важно, чтобы у наших детей и внуков развивалось критическое и творческое, кстати, мышление тоже, то они не только будут критически относиться к проблемам и к тому, что им говорят, но и творчески подходить к их решениям, все, я закончил. Спасибо большое, и будьте здоровы, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok